здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала с вами юлия и я сегодня хочу предложить вам шить вот такие вот очаровательные кармашки которые шьются очень легко и просто функционал у них довольно таки большой то есть вот например можно в таких кармашках под молнией чтобы не высыпалось ничего хранить скидочные кредитные карты платежные карты то есть любые карточки у вас найдут применение вот в этом вот кармашки и самое главное что достаточно легко достать эти карточки выбрать нужную карту и значит они у вас не будут раскиданы по сумке далее конечно же таблетки но куда мы сейчас без таблеток и их тоже надо как-то аккуратно хранить и вот пожалуйста вот в таком кармашке разместятся довольно таки большое количество таблеточек которые нужны нам всегда с собой под рукой ну и конечно же наши женские штучки куда без них вот они обязательно должны быть в каждой женской сумочке и чтобы это все хранилось красиво аккуратно и довольно таки как бы незаметно мы для этого вот их положим вот в такой вот очаровательный кармашек ну что ж если я вас убедила то давайте будем шить для начала я построю выкройку вот этого кармашка и возьму за основу лист формата а4 затем отложу 18 сантиметров мне нужно нарисовать прямоугольник ширина прямоугольника будет 13 сантиметров далее от верха я откладываю 3 сантиметра это будет линия сгиба и вот здесь вот мне надо закруглить края поэтому я беру любой подходящий кругу предмет и закругляю уголочки все остается только вырезать ну с вот такая деталечка вот так вот она будет у меня загибаться и в результате у меня вот получится значит по высоте 15 сантиметров а в ширину 13 сантиметров кармашек довольно таки такой большой вместительный и так что мне потребуется для работы для уплотнения я беру вискозную салфетку затем значит по шаблону вырезаю две заготовки одинаковые по размеру значит потемнее у меня будет это наружная сторона светлая будет это внутренняя сторона далее для обработки края и пришивания молнии я вырезала две вот такие заготовочки размером они идут у меня 14 на 4 сантиметра шириной а далее косая бейка размер ее 45 на 4 сантиметра длина молнии 15-16 сантиметров также мне потребуется отрезок 12 на 15 сантиметров значит это сетка сетка для стирки белья купить такую сетку можно значит в любую в любом магазине где продаются стиральные порошки берете значит пакет он называется мешок для стирки то есть и вот я его беру то есть и его использую сеточка довольно таки плотного плотная она термоустойчивая то есть она хорошо гладится хорошо держит форму ну и конечно же потребуется клеевая паутинка для того чтобы склеить слои между собой и так сейчас мне потребуется уплотнить деталь значит моего кармашка и для этого я вырезала вот таким вот образом уплотнитель и посмотрите как он у меня будет лежать то есть основная деталь а затем я значит обрезала верхушечку и оставила вот здесь вот вот такую вот щель значит где-то 5 миллиметров для чего это сделано а для того чтобы когда вы будете значит загибать вот этот вот загиб на лицевую сторону где будет пришита молния чтобы вот здесь вот у вас не образовывалось утолщение и деталь легко сгибалась то есть лучше оставить вот такой вот прорезь и тогда у вас детальчика будет вот так вот аккуратно загибаться выкладываю клеевую паутинку на лицевую деталь паутинку на лицевую деталь далее приклеиваем вторую деталь которая будет внутри если у вас нет клеевой паутинки то вы можете просто брать сразу как значит скреплять иголочками слои между собой и сразу же простегивать но единственно что как бы конечно паутинка она намного упрощает вот этот весь процесс то есть детали не смещаются их стягать удобно и получается дополнительная как бы такая вот жесткость за счет того что вы проутюживаете эти детали сцепляя между собой вот с помощью вот этой паутинки итак я простегала основную деталь протягала я ее только по диагонали я думаю что этого будет достаточно и сейчас мне нужно подготовить вот эти две узкие детали для того чтобы обработать край значит у сеточки и у детали в основной и пришить к ней молнию для этого загибаю край на 5 миллиметров с того стоит другой стороны а затем складываю пополам и проутюживаю то есть эту деталь я не вырезала по косой вырезал а просто по прямой после того как детали у меня проутюжины я обрабатываю край основной детали затем я пришиваю краешек к сеточки вставляю сеточку вот таким вот образом то есть на полную деталь затем вот так вот ее подворачиваю делаю это для того чтобы сеточка у меня при эксплуатации кармашка не вырвалась из строчки поэтому лучше вот так вот ее вдвойне подогнуть и прострочить то есть строчку прокладываю отступив один миллиметр от края а а Субтитры подогнал «Симон» Далее мне требуется пришить молнию. Я вот так вот накладываю деталь сверху и теперь уже пришиваю вот этот вот край, точно так же отступив 2 мм от края. Субтитры подогнал «Симон» Значит, основная деталь в другую сторону. И вот теперь, где я оставляла, значит, прорезь в вискозной салфетке, видите, легко все загибается, само собой, как говорится, да, и получается вот такая вот заготовка. И что мне сейчас требуется? А мне сейчас требуется обрезать все лишнее, выровнять деталь, обшить край косой бейкой, и все, кармашек будет готов полностью. Как видите, сшить таких кармашков можно за день. Ну, штук 10-ти, наверное, точно. Итак, берем косую бейку, прикладываем ее лицевой стороной, значит, к кармашку, и отступив 6 мм, просто прокладываем строчку. И не забудьте вот здесь вот тоже оставить вот такой вот язычок, ну, где-то сантиметра полтора, а потом, если что, мы его подрежем. И по окружности прокладываем строчку, значит, пришивая косую бейку. Теперь выворачиваем бейку на обратную сторону кармашка, расправляем. Обязательно сделайте надсечки для того, чтобы у вас уголочек лег ровно, потому что если надсечки вы здесь не сделаете, он у вас будет загибаться, когда вы подошьете бейку. Чтобы этого избежать, лучше всего сделать вот эти вот надсечки. Затем подворачиваем бейку, затем подворачиваем здесь край, вот таким вот образом, заправляем все это аккуратненько и начинаем прошивать вот с этого уголка. То есть прячем узелок в самый уголочек и сначала зашиваем торец бейки, а затем уже подшиваем бейку по всему периметру. Кто-то может подшить это на машинке. Я люблю подшивать бейку вручную. Мне кажется, так получается более аккуратно и красиво. Музыка Музыка И вот моя работа полностью завершена. Как вы могли сами убедиться, шить такие кармашки можно довольно-таки быстро, просто и легко. А также использовать сюда все свои тканевые обрезки, которые наверняка у вас хранятся где-то и которые вы не знаете куда применить. Ну что ж, на этом, наверное, сегодня все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, пишите комментарии. Мне они очень важны. Обратная связь с вами всегда для меня полезна. Всегда я внимательно читаю все ваши комментарии. А если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. Вас и дальше будет ждать много интересного. Всего вам доброго и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!